Друзья, всем добрый день. Меня зовут Лебедь Роман. Слышно меня? Хорошо? Все окей? Знает кто-то меня, кто из Брянска, кто-то про меня слышал, может быть знает, чем мы занимаемся? Да, хорошо. Тогда я расскажу как раз несколько слайдов, мы этому посвятим. Можно сразу следующий слайд. У меня направление розничная торговля, то есть у меня сеть магазинов, мы выросли из ничего. И давайте сразу следующий слайд. Это понятно, что тема, это уже озвучили. Вот то, чем мы на сегодняшний день занимаемся. У меня 4 магазина розничных и мы работаем еще в том числе и с маркетплейсами. И если, например, магазины одежды это для вас понятно, это в принципе ничего сложного нету, то направление школьной формы, которым мы занимаемся серьезно, это тяжелое направление. И одна из причин, почему мы в нем развиваемся, в том числе, конечно, мы много трудимся, но в том числе и благодаря нашим качественным презентациям и, наверное, благодаря харизме. Это то, о чем мы будем сейчас говорить. Друзья, если мы говорим о предпринимателях, о руководителях, то это люди априори лидеры и априори харизматичные в разной степени. Да, мы все прекрасно понимаем, что владельцами компании не становятся обычные люди. Владельцами компании становятся какие-то выдающиеся люди, у которых есть какие-то выдающиеся заслуги. И либо они есть изначально, либо вы их развиваете. Давайте сразу следующий слайд. Это вот то, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Красивые картинки, в принципе, все всем понятно. Тоже можно переключать. Давайте уже поговорим о харизме. Мы привыкли, и может быть вы со мной согласитесь, к тому, что харизма это такой какой-то некий дар, который у одних людей есть, у других его нету. Согласны со мной? Но это не совсем так. Он по большому счету есть у всех, просто одни люди его развивают, другие люди его не развивают. Это как лидерские качества. Они есть у всех, абсолютно у каждого человека. Только кто-то забывает про них, боится, может быть, не уделяет ему должного времени и остается на том уровне, на котором он был изначально. Так, что-то у нас плохо видно. Вообще ничего не видно. Так должно быть? Хорошо. Друзья, есть определение харизмы. Я вам прочитаю, может быть, плохо будет вам слышно. Харизма это особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении, способном взывать к сердцам. То есть вы примерно представляете, кто такой харизматичный человек. Это человек, с которым рядом хочется просто быть. Ну, который вот какой-то интересный, ты на него смотришь и волей-неволей ты хочешь к нему быть поближе. Послушать, что он говорит, что он рассказывает, посмотреть, может быть, что он делает. Какой-то перенять у него опыт. Это человек, который сам по себе магнетизирует, который привлекает. И если мы говорим о бизнесе, в контексте бизнеса, то для чего нам это нужно? У харизматичного человека обычно больше денег. Ну, это очевидно. У него больше заказчиков, больше клиентов, больше людей хотят с ним работать. Вот и все. Опять же, возвращаясь к тому, что предприниматели все на своем определенном уровне люди харизматичные. И чем выше вы растете, тем выше растет ваш доход и параллельно растет ваш харизма. Нет людей, которые заработали серьезные деньги, миллионы, которые не являются харизматичными, скучными, унылыми людьми. Ну, согласны? Таких нет. Поэтому стоит ли культивировать и развивать себя харизму? Да, конечно. И мы сейчас с вами разберем на составляющие, из чего же это все состоит, чтобы вам было понятно, чем конкретно заниматься, что конкретно развивать, чтобы к этому особому удару, о котором мы говорили раньше, прийти. Давайте следующий слайд. Мы условно можем харизму разделить на 5 составляющих. Хорошо, что я эту презентацию делал, я знаю, что там написано. Итак, первый пункт, друзья, это внешний вид. То есть согласитесь, что человек харизматичный всегда выглядит хорошо. Не супер экстравагантно, например, как Филипп Киркоров, но элегантно, аккуратно, стильно. Это всегда так. Если вы собираетесь на какое-то мероприятие, где вы хотите себя проявить, то оденьтесь прилично. Для мужчин все очень просто. У вас в гардеробе есть брюки и две рубашки для деловых мероприятий, джинсы и две футболки для свободных мероприятий. И все, этого достаточно. Ваш гардероб полностью сформирован, еще добавляете обувь и все, с внешним видом у вас замечательно. Сюда же входит, друзья, внешний вид. Это прическа, это состояние вашей фигуры, наверное, состояние здоровья. Если мы говорим о людях харизматичных, то минимум они за своим здоровьем следят. Есть такая некая параллель. Люди, которые следят за своим здоровьем, они хотят жить долго. Согласны? И этим они интересны окружающим. Люди, которые наплевать на себя и на свое здоровье, рядом с ними не очень интересно. Ну, согласны, да? Мы поговорим еще дальше в следующем пункте о внутреннем состоянии, но это примерно одно и то же. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то, конечно, старайтесь из внешнего вида выжать максимум, на который вы способны. Второй пункт, друзья, это что вы говорите и как вы говорите. Очень важная штука, у многих предпринимателей, я это тоже вижу, вы можете быть невероятно сильным специалистом в своей области, но, например, выступить публично, провести какую-то презентацию, ну, вам сложно. Есть у кого-то вот в зале люди, кого пугают публичные выступления? Серьезно? Друзья, смотрите, вы же знаете правила, да? Где жим-жим, туда бежим. То есть, то, чего вы боитесь, там и кроется ваша точка роста. Если вас пугают публичные выступления, отработайте это в себе, это несложно. И у вас уже, ну, вы сможете перейти просто на следующий уровень. Когда вы выступаете публично, вы, во-первых, готовитесь, да, вы продумаете, что вы будете говорить. У вас есть структура выступления, вы репетируете на начальном этапе, что вы будете говорить, как вы будете говорить, о чем вы будете говорить. И несколько раз выступая публично, у вас уходит этот страх. Ничего в этом такого нету, это просто нужно отработать. Люди, которые могут спокойно говорить на какие-то темы, не запинаясь, не подбирая слова, у которых красиво выстроены предложения, они интересны, согласны? Просто с ними вот интересно разговаривать. Люди, представляете себе предпринимателя, например, там, владельца крупной компании, который, ну, не может двух слов связать. Ну, двух, ладно, трех слов связать не может. Странно выглядит, согласны? Поэтому, друзья, если есть такая возможность у вас, а если нету, найдите ее, обязательно попробуйте публичные выступления. Это точка роста для вас и для вашей компании. Ничего тут сложного нету, согласны? Просто надо сделать. Окей. Третье, это что ты делаешь. Это такой параметр, ну, какие твои заслуги, насколько амбициозны твои планы, насколько масштабны твои проекты. Если вы сидите, условно говоря, там, на одном и том же месте последние 10 лет, все нормально? А, все окей. Если вы сидите на одном и том же уровне 10 лет, и у вас нет никакого роста, ну, пардон, вы как харизматичный лидер тоже не растете. Поэтому ставьте перед собой цели повыше, планы повыше и двигайтесь к ним, реализуйте. Вот мне, например, всегда впечатляют люди, которые ведут какие-то действительно серьезные проекты, там, устроят космодром. Кто эти люди, которые построили космодром, подчинник которых огромное количество людей, которые выполняют свою работу в соответствии с миллионом технических регламентов, и они это все контролируют. Кто эти люди? Вот мне искренне интересно. Люди, которые, например, работают там в ларьке 10 лет, 20 лет, 30 лет, мне не очень интересно. Понимаете, да? Если мы говорим о харизматичных людях, и даже так, вот мы сейчас все молодые, у нас есть еще время для того, чтобы проявить себя. Берите большие проекты, проявляйте смелость, двигайтесь к чему-то, что вас, может быть, пугает, но все когда-то начинали с малого. И просто растите. У вас есть возможность ошибаться в том числе, и есть возможность для того, чтобы это реализовать. Когда мы уже с вами все выйдем на пенсию, уже, наверное, будет поздновато что-то, пытаться придумать и что-то пытаться сообразить. Поэтому важный момент, что вы делаете? Какие ваши достижения? Вот в примере, возьмем олимпийских чемпионов. Люди, которые всю жизнь шли к этому, тренировались, посвящали этому все время, и в итоге завоевали золотую медаль. Согласны, что это харизматичные люди? Согласны, что с таким человеком просто постоять рядом, это же интересно? Но согласны, что это не простой человек, у него даже энергетика будет другая. Просто вот рядом с ним постоять уже будет круто, ты уже подзарядишься. Почему? Потому что у человека есть определенный уровень достижений. Среди всего населения Земли олимпийских чемпионов не так много. Это действительно прямо избранные люди. Но они это делали сами. Окей. Четвертый пункт – это место в пирамиде. Ну, тут все понятно. Чем выше место занимаешься, тем ты интереснее для окружающих. Тут как бы вообще все элементарно. Если ты студент, то ты интересен только своим друзьям и своим близким. Если ты владелец компании там с тысячным штатом, то ты интересен, ну, наверное, всем вокруг. Если ты человек, который занимает самую верхушку пирамиды и, например, находится в топе Forbes, то ты интересен всему миру. Ну, это все очевидно. Согласны? Поэтому посмотрите на свой уровень сейчас. Если вам интересно расти, так растите. Время есть, возможности есть. Знания дают, почему бы и нет. Погнали. И последний пункт – это внутреннее состояние. Вот я вам расскажу на примере. Есть у меня приятель, который хороший парень, хороший специалист в своем деле. Один из редких специалистов, которых найти. Ну, он очень пессимистичный, очень негативно настроенный. Я не знаю, почему такой, но он вот такой. Негативно настроенный по отношению к другим людям. И скажите, вот рядом с такими людьми вам интересно находиться? Да нет, конечно. Да, конечно, нет. У всех в жизни хватает своих хлопот, чтобы еще и выслушивать стоны и плач каких-то других людей. Поэтому, если вы хотите, чтобы люди к вам тянулись, ну, излучайте позитив, излучайте хорошее настроение. Поделитесь своим хорошим настроением, даже если у вас его нету. Просто поделитесь. Знаете, есть термин «открытый человек, закрытый человек». Знаете, да? Так вот, конечно, к открытым людям тянутся все. К закрытым, ну, не тянутся даже близкие. Поэтому, если есть возможность, а она есть у всех, просто посмотрите на себя, какой вы в жизни, как вы себя проявляете. Дарите ли вы людям тепло своего сердца или, наоборот, вы их угнетаете. Ничего сложного тут тоже нет. Поэтому, вот, простых пять пунктов. Просто посмотрите, на каком этапе вы находитесь, где можно подкорректировать вашу жизнь, что можно улучшить. Ничего сложного. Окей. Если есть по этой теме какие-то вопросы, давайте сразу. Если нет, то переходим дальше. Давайте дальше, следующий слайд. Друзья, и еще один вопрос, который я хотел бы осветить, это постановка целей по технике смарт. Знаете, что это такое? Вот, я, кстати, был удивлен, что у меня такую тему озвучили. Я думаю, ну, это же будут предприниматели, руководители, они же все знают про смарт. Это же фундамент, что там обсуждать. Если кто-то не знает, давайте мы с вами проговорим, может быть, разберем какие-то цели на примере, чтобы вам было понятно. Если вы все это знаете, повторение мать учения, согласен. Окей, техника смарт позволяет структурировать вашу цель и сделать ее выполнимой. Убрать все возможные подводные камни, все возможные ошибки, все возможные какие-то препятствия, которые могут вам помешать к этой цели прийти. То есть вы берете просто, описываете техническое задание, да, если кто-то сталкивается с таким термином в своей работе, техническое задание, вы просто пишете техническое задание по своей цели. Звучит, может быть, сложно, на примере все очень просто. Смарт это, естественно, аббревиатура, каждая буква обозначает какое-то описание. Буква С это конкретно, ваша цель должна быть конкретной. Не отдохнуть две недели на море, а отдохнуть где, отдохнуть в какое время, отдохнуть на каком море с кем. Понимаете, конкретика. Если вы, например, очень часто, может быть, вот мне нравится цель, которую люди ставят, занимаясь в спортзале, да, привести себя в форму. Но мы же понимаем, что понятие формы, оно такое условное. И в итоге вы смотрите на людей, которые ходят в спортзал, проходят год, а они, в принципе, такими же остались. Почему? Потому что у них не было четко сформулированной цели. Они как пришли, у них была такая вода в голове, они так с этой водой ушли. Поэтому цели нужно просто расписать. Что вы конкретно хотите? Вы же, когда приходите, например, в кафе или ресторан, и вы же не говорите, принесите мне покушать. Вы говорите, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. То же самое с вашей целью. Скажите, пожалуйста, что вы хотите. Вот это, вот это, вот это, вот это. Просто конкретика. Второй параметр – это измеримость. То есть ваша цель, ее можно измерить всегда в количественных, качественных показателях. Увеличить, например, объем продаж вашей компании на какую-то цифру. Не просто увеличить, а на какой-то там процент по сравнению с прошлым годом. Или там в рублях в какой-то сумме. Возвращаясь, опять же, к спортзалу, мне кажется, пример достаточно понятный всем. Скинуть, например, 2 килограмма веса. Или набрать 5 килограммов веса. Или убрать в талии там 3 сантиметра. То есть вот конкретика. Когда вы определяете эту конкретику, уже, например, вашему тренеру, фитнес-тренеру, понятно, что вы хотите. Прямо, и вы можете этот параметр и измерить. Когда у вас, вы поставили себе там 2 килограмма убрать, и у вас 2 килограмма ушло, супер. Все, вы достигли своей цели, вы молодцы. Когда у вас цель просто привести себя в форму, ну вы вот ходите по кругу, толку никакого нет. Поэтому цель должна быть измерима. Любую цель абсолютно можно измерить. Даже поездку на море. Какое время, сколько денег вы потратили, где вы живете, с какого по какое вы заехали, каким даже количеством членов семьи вы туда поехали. Все должно быть в цифрах. Третий пункт – это достижимо ли. Имеются ли у вас вообще ресурсы на это. Понятно, что я хочу полететь в космос, но у меня таких ресурсов нет. И, наверное, не будет в ближайшие пару лет. Понятно, что все мы хотим, может быть, переехать, жить там в Европу. Но есть ли у вас для этого ресурсы, есть ли у вас для этого возможности. Вообще по силам ли это. Например, студенту 17-летнему купить автомобиль за 2 миллиона, при том, что у него даже нет работы, ну ему просто это не по силам, он просто это не сможет. Ставить такие цели бессмысленно. Это просто ваш мозг посмотрит на эту цель и скажет, ну да, конечно. И не будет ничего делать в этом направлении. Поэтому, когда вы прописали цель, посмотрите вообще по силам ли. Опять же, возвращаясь, да, ставьте цели, которые не то, что вам сделать легко, которые вам может быть сложно достичь, но реально, ну возможно. Но для этого нужно какие-то усилия приложить. Четвертый пункт – это согласуем цель с реальностью. Опять же, когда вы прописали цель, вы смотрите вообще в реалии вашей жизни. Это возможно или нет? Ну, это адекватно или нет? Например, когда у человека цель поехать на программу «Холостяк», но при этом он живет там в Самаре, зарплата 30 тысяч рублей, ему 40 лет, он женат, у него двое детей. Вот в его реальности поехать на программу «Холостяк» невозможно. Понимаете? Вот опять же, возвращаясь к тем целям, которые вы планируете. Если у вас там финансовый ваш доход позволяет поехать на море, но не позволяет поехать за границу, ну это вот в рамках вашей реальности. Или, например, если вы хотите поехать на отдых, но у вас предстоит диплом на работу, ну вы же не можете поехать, правильно? Поэтому ставить такую цель тоже бессмысленно. Просто смотрите, вписывается ли эта цель в реальность именно конкретно вашей жизни. И последнее ограничение по времени. То есть когда это произойдет, нужно точно понимать, я поеду 1 сентября или я, возвращаясь к спортзалу, приведу себя в форму к 31 декабря. То есть вы этот временной промежуток, временную дату, либо согласовываете со своей жизнью, либо с фитнес-тренером, либо, знаете, как если мы говорим об увеличении объема продаж компании, увеличении прибыли компании, тоже должна быть дата. Например, за отчетный период, вот там, к 31 августа должно быть увеличение. Более того, вот в концепте смарт нету понятия штрафа. И, ну, я лично убежден, что штраф должен быть. Все-таки мы, конечно, все глубоко замотивированные люди, все глубоко затопим за результат, но давайте будем честны, если нет штрафа, наверное, мы не так будем активно двигаться. Мы всегда можем с собой договориться, сказать, ну, блин, не получилось, ладно, в другой раз. Но кого мотивирует штраф? Есть кто-нибудь, кого штраф мотивирует? А? Есть два варианта. Можно отдать человеку... Самый-самый неприятный штраф, это когда вы его отдаете человеку, который вам реально неприятен. И вот перспектива отдать ему еще и деньги, вот это пугает и напрягает в два раза больше. Понимаете, как вот было ли у кого-нибудь такая ситуация, когда вы ставили какой-то себе план и по дороге сливались? Ну, было такое? Было. А если бы был штраф, ребят, дошли бы вы до конца? А если бы это был большой штраф? Вот смотрите, я вам расскажу свою собственную историю, как это было у меня. В 2021, 6 лет назад, когда я начал заниматься направлением школьной формы, это была достаточно жесткая конкурентная среда, в которой не пускали никого, кроме двух известных производителей города. Когда я приходил со своей презентацией в школу, то мне говорили, спасибо, но мы уже работаем, спасибо, нам нельзя с вами работать, было два варианта ответа. И это было объективно, действительно, им нельзя было работать ни с кем, кроме вот этих двух производителей. И мне, я пришел в одну школу, мне отказали, я пришел в другую школу, мне отказали, пришел в третью школу, мне отказали. Когда вы получаете отказ за отказом, у вас настроение как? Так, падает, падает, и уже идти в четвертую не хочется, уже в пятую, уже думаешь, блин. Так вот, я вам расскажу секрет, почему я продолжу этим заниматься. Да очень просто, мне нужно было провести 20 встреч. Это был контракт, который я подписал 6 лет назад, 20 встреч мне нужно было провести, не 20 сделок, просто 20 встреч. У меня был штраф в 20 тысяч рублей, который я уже отдал человеку, и если я ему не подтверждаю свои 20 встреч, он просто его там куда-то тратит, куда хочет. И мне было жалко эти 20 тысяч, я вам скажу честно, 6 лет, ну да, мне было жалко. Поэтому я просто шел в следующую школу, я знал, что скорее всего мне откажут. Я приходил туда, говорил, мне говорили, да, но мы не можем с вами работать. Я говорил, окей, шел в следующую школу, мне нужно было сделать 2 встреч. Когда я сделал 10 встреч, получил 10 отказов, представьте себя, вот в своей работе, вы приходите с каким-то коммерческим предложением, хорошим, классным, все там сделано, но вы получаете 10 отказов. Кто пойдет 11 раз? Красавчики, просто красавчики. Да, вот я вам скажу, что это просто супер, но я не такой крутой, как вы. Рома, у нас время, поэтому буквально 3 минутки, потому что если вопросы есть еще у кого-то в зале. Друзья, если бы не было штрафа, я бы уже бросил давным-давно. Ну, когда я получил 10 отказов, мне позвонили с самой первой школы и сказали, давайте мы с вами поработаем. Понимаете, вот это в этом случае настойчивость, она сработала. Но если бы не было штрафа, ребят, я бы слился, честно скажу. Ну, я не такой волевой, как вы. Поэтому штрафы должны быть обязательно. Если, ну, есть опасение, что вы всегда с собой договоритесь. Скажете, ну вот сегодня ты не в настроении, ну у тебя все завтра получится. Поэтому если вы хотите какие-то цели достигать, штрафы должны быть обязательно. Окей. Если есть какие-то вопросы, давайте. Сейчас. Есть один вопрос, но, в принципе, ты на него уже ответил. Ты вот, ты фактически говоришь про штрафы. Вопрос звучал так. Как контролировать выполнение смарт-цели? Возможно, тут имелось в виду, ну вот у тебя штрафные санкции. Есть какие-то комментарии по этому поводу? Можешь еще ответить. И если есть вопросы из зала, тоже поднимите руки. Друзья, ну возвращаясь, если вы прописали цель по смарт, у вас там есть дата, есть критерии выполнения, измеримые показатели, вам нужно просто к этой цели двигаться. А для того, чтобы вы двигались, да, у вас должно быть первое, это поощрение, которое вы получите за достижение цели, какой-то хороший бонус. Да, вы там, например, купите себе новую машину. Или там поедете на отдых с семьей. Ну, что-то реально, что вас будет радовать, вдохновлять. Но в то же время еще должен быть штраф. Что-то, что реально будет вас печалить, если вы ничего не сделаете. Потому что лень, друзья, родилась раньше нас, мы тоже все любим лениться. Есть ли еще... А, Екатерина, конечно, прошу. Добрый день. Роман, скажите, пожалуйста, вы проводите, как часто вы проводите собрания со своим коллективом? И где вы это делаете? Делаете ли вы это онлайн? И как, ну... Со своими рабочими, со своими сотрудниками? Да, да, да. Ну, конечно, в рамках планерок, в рамках каких-то собраний. Вы делаете это онлайн или вы встречаетесь в оффлайн формате как-то... Ну, и как часто? Оффлайн. Оффлайн – это либо в начале сезона, да, у нас работа сезонная, либо в начале сезона, либо в начале какого-то нового проекта, который мы уходим. Если это сотрудники новые... Да, да, да. Либо, если это сотрудники новые или новый коллектив, то каждую неделю. Да. Но это по мере необходимости. Просто вот ребята передо мной говорили об адаптации сотрудников, да, новый коллектив. Их нужно поддерживать. Хотя бы раз в неделю с ними встречаться. Будут ли еще вопросы? Друзья, огромное вам спасибо. Всем желаю больших успехов. В онлайне нет вопросов. И в оффлайн тоже. Роман Лебедь, ваши аплодисменты.